Чумакова, мне 66 лет, всю свою жизнь я прожила в Архангельской области, поселке Плесецк, работала учителем физкультуры и к 46 годам моему здоровью, в общем-то, наступил крах. Почему он наступил? Ну, потому что в течение последних 20 лет у меня случались неприятные ситуации, похоронила двух детей, делали операцию потом сыну, удалили две-третьи почки, потом родилась дочь инвалид, потом умер родной племянник рак мозжечка, 12-летний мальчишечка замечательный, тоже мой был ученик, потом умерла мама от рака груди, это я говорю о том, что такое экология. И в 46 лет, когда у меня было состояние депрессии, ко мне пришли две замечательные женщины, принесли антиокс и детокс, и с этого момента я стала знакома с продукцией компании Вижон. Я начала принимать эти продукты, до них у меня сильно болел желудок, у меня постоянно были головные боли, болела спина, две межпозвоночные грыжи, была мастопатия. И примерно в течение недели у меня прошли желудочные боли, и потом постепенно у меня перестала болеть голова, легче стало со спиной, и уже в 2006 году, когда проверяли меня полностью на компьютерной диагностике, мне сказали, что впервые видят такого здорового человека. Я продолжаю есть продукт, ем проджикви и кормлю всю свою семью. В 1996 году я родила дочь, дочь родилась очень болезненно, с синдромом Пьера-Раббена, если кто не знает, обратите внимание, у нее практически была очень маленькая челюсть, маленький язычок. То есть вот это вот обычно делают операции, чтобы поставить челюсть на место. Дочь постоянно болела, была очень слабенькая, была аллергия, синдром страха, синдром внезапной смерти, но о синдроме внезапной смерти я узнала намного позже, потому что меня берегли, мне не говорили. И наша врач, это моя бывшая ученица, переживала за меня и старалась такие вещи не говорить. Была сильная аллергия у нее, даже на молоко, и приходилось поить ее отваром овсяной каши, выжимать отвары и поить ее этим отваром. И к 2000 году, когда было ей 4 года, мы уже съездили в Екатеринбург на первую операцию, чтобы зашить расщельную неба, и перед операцией ей удалили все зубы, потому что у нее был низкий гемоглобин, сделали лишний укол железа, и вот так получилось, что мы уехали с зубами, приехали без зубов. И с 2000 года я начала кормить ее детскими витаминами, юниор, и сразу же я увидела, в общем-то, серьезные результаты. Наша врач говорила нам, что ее отправили в вспомогательную школу, потому что у нее было очень неадекватное поведение, от синдрома страха, видимо, это было поведение. Но к 5 годам, начав есть витамины, она, во-первых, перестала болеть, и к 5 годам она читала, считала и писала, и к 7 лет она пошла в школу, но она пошла уже во второй класс сразу. То есть, пройдя медико-педагогическую комиссию, ее спокойно посадили во второй класс. Она закончила школу, закончила академию спорта, сейчас это взрослая девушка, вот вы видите на фотографиях ее лицо, взрослая. И было интересно то, что синдром Пьера Робена, у нее восстановился овал лица буквально лет в 5. И моя знакомая врач говорила, профессор, что синдром Пьера Робена не восстанавливается, там делают операции. Но вот без операции мы обошлись, и выросла у меня такая красивая дочь. А в 95-м году моему сыну сделали серьезную операцию, ему удалили две трети почки в 17 лет перед армией. И он стал у меня инвалидом. И чем дольше шло, больше шло время, к 2000 году было очень уже тяжело. К его спине было не дотронуться, видимо, так было все воспалено. У него были ноги отекшие в язвах, в общем-то бордового цвета, и он бродил, как, в общем-то, старик. И ему врач, сделав операцию, сказал, что, Саша, у тебя не будет детей, скорее всего, потому что до 98% это вот будет так. И с 2000 года начала я его кормить мутримаксом. Где-то через два месяца у него был втек, он пошел на втек. И врачи, увидев на УЗИ, что какие-то перемены идут в почке, они ему сняли инвалидность. Ну, конечно, еще до выздоровления было долго, но выздоровление уже шло. И в 2002 году у него родился сын. А в 2004 родилась дочь. И это я к тому, что вот наши витаминно-минеральные комплексы помогли моему сыну стать полноценным человеком и иметь детей. Сейчас ему 42 года. Он у меня музыкант, он сочиняет музыку, сочиняет стихи, умеет выполнять любые тяжелые работы, сварщик, потому что в 17 лет сделали операцию, он не получил образование. А вот, а дочь, она закончила Академию спорта. В общем-то, тоже говорили, что пойдет в вспомогательную школу. Видите, Академию спорта закончила. Мы продолжаем есть Project V, довольны продуктом. Я тоже ем Project V, мне 66 лет, и я чувствую себя замечательно. Я могу бегать 7,5 километров, не чувствую усталости, чувствую всегда, в общем-то, подъем сил и всегда чувствую много энергии в себе. Если я была вам чем-то полезна, большое вам спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!